Всем привет! Вы смотрите UrbanBlog, меня зовут Лера. В этом видео будет обзор еще одной замечательной книги по урбанистике «Триумф города» Эдварда Глейзера. Поехали! Эдвард Глейзер – американский профессор экономики Гарвардского университета. В университете он преподает микроэкономику и экономику города с 1992 года. Основной фокус его исследований – рост экономик городов, условия и причины, которые способствуют этому росту, и также роль городов как центров генерации и обмена идеями. Первым прорывом Глейзера стала написанная в 1992 году статья «Рост в городах». Эта статья написана еще с тремя соавторами, и в ней проводится исследование 170 американских городов за 30-летний период, по результатам которого было выявлено, что именно местная конкуренция и разнообразие, а не специализация, являются основополагающими факторами городского развития. Именно эта статья сделала Глейзера звездой, и его пригласили работать в Гарвард. Книга «Триумф города» объединяет в себе результаты исследований Глейзера за годы его работы по роли городов в содействии человеческому прогрессу и человеческому развитию. Книга опубликована на английском языке в 2011 году, и в 2014-м переведена на русский издательством Института Гайдара. Полное название книги «Триумф города. Как наше величайшее изобретение делает нас богаче, умнее, экологичнее, здоровее и счастливее». Звучит немного пафосно, правда? Но на самом деле Глейзер в своей книге опровергает многие мифы, связанные с тем, что города — это всемирное зло, что люди у них несчастны, бедны, страдают от плохой экологии, и вообще давайте все переедем в пригороды, субурбии, и будет всем счастье. Честно, я была в восторге от этой книги, хотя и не со всеми утверждениями и мыслями Глейзера я согласна, но во время и после прочтения книги ясно чувствуешь, насколько автор горит своими идеями, насколько он верит в то, о чем пишет. А пишет он о критической важности городов для развития всей человеческой цивилизации. Книга состоит из девяти глав, также есть введение и заключение, причем введение совершенно восхитительное название «Человечество как городской вид». Каждая из глав посвящена определенной теме, связанной с городской экономикой и городским развитием вообще, и среди этих тем образование и человеческий капитал, экономический упадок городов, городская бедность, регулирование застройки, экология, расползание городов и так далее. Расскажу вам, как обычно, основные идеи книги и моменты, которые показались мне наиболее интересными. Первая глава называется «Что они делают в Бангалоре?». Ее основная мысль заключается в том, что города являются портами не только товаров, но и знаний, и что человеческий капитал, а не материальная инфраструктура является определяющим фактором развития и успеха городов. По результатам исследований Глейзера, когда доля населения с дипломами колледжей возрастает на 10%, городское ВВП на душу населения увеличивается на 27%. И кроме того, люди стекаются в области с высоким уровнем профессионализма из-за высоких доходов. В книге есть очень интересный исторический экскурс в историю развития городов, про Афины, про урбанизацию Европы и про то, что изначально с точки зрения науки и знаний более развитыми были исламские города в Азии, и потом эти знания через торговлю и города проникали в Европу и в Японию. На этой главе я сразу вспомнила книгу Джареда Даймона «Ружие, микробы и сталь». Она не совсем про урбанистику, но там также рассказывается про обмен знаниями и про развитие цивилизации через передачу знаний, и эту книгу тоже рекомендую очень почитать. Собственно, что такого в Бангалоре? Это индийский город, в котором сконцентрированы инновационные и технологические фирмы, его также называют индийской кремниевой долиной. В таких городах возникает определенная взаимозависимость. Работодателей привлекает большое количество потенциальных работников высококвалифицированных, а работников, наоборот, изобилие потенциальных работодателей. И таким образом фирмы в Бангалор привлекаются за счет наличия кадров, и кадры привлекаются в Бангалор за счет наличия множества мест для трудоустройства. Почему именно Бангалор? Здесь глызер говорит о двух факторах. Это он напоминает мягкий климат и изначально существовавшее ядро профессиональных инженерных кадров и самые передовые инженерные школы страны. Также в голове рассматривается кейс самой Кремниевой долины, которая до создания университета Стэнфорда была сельскохозяйственной территорией, с фруктовыми садами и фермами. Леланд Стэнфорд основал университет на 8000 акрах в своей конневодческой ферме, и этот кейс показывает, насколько образование и развитие человеческого капитала может дать мощнейший импульс для развития всей территории. Кремниевая долина имеет характеристики традиционного города из-за того, что она обеспечивает коммуникации и связанность между людьми и привлекает к себе людей. Но у нее также есть недостатки. Это низкая плотность застройки, из-за которой перемещения возможны только на личном автотранспорте, это очень высокая стоимость недвижимости, которая автоматически отфильтровывает менее высокооплачиваемые и менее квалифицированные кадры, и также монофункциональность. Кремниевую долину можно назвать таким моногородом, потому что более половины доходов этой территории приходится на связанные с компьютерной отраслью фирмы. Глейзер также рассказывает о том, что печатность, станок и распространение книг, то, что сделало мир более городским, способствовало распространению знаний и революциям, которые в целом сделали мир более урбанизированным. Во второй главе, почему города приходят в упадок, подробно рассматривается кейс Детройта, американского города, который был центром автомобильно-промышленности и четвертым по численности городом в Америке. И в период с 1950 по 2008 год город потерял около миллиона жителей, это 58% его изначального населения, из-за упадка промышленности, роста безработицы и беспорядков. В конце 20 века в Детройте господствовала только одна отрасль, в которой были заняты сотни тысяч низкоквалифицированных кадров, работавшие в трех вертикально интегрированных фирмах. Такая схема может быть в краткосрочной перспективе достаточно производительной, но она не создает условия для долгосрочного роста и развития городов. Потому что при такой ситуации нет условий для конкуренции и, соответственно, создания новых идей, что является по Глейзеру основополагающими факторами для городского развития. Кроме того, город не инвестировал в образование, что помогло возродиться другим промышленным городам, таким как Бостон, Милан и Нью-Йорк. Кстати, Нью-Йорк тоже был промышленным городом, его основная специализация была швейная промышленность, и в 1970-х годах он был не в лучшем состоянии, чем Детройт, и, по мнению Глейзера, то, что дало толчок к его развитию, это взрывной рост предпринимательства именно в сфере финансовых услуг. В этой же главе Глейзер высказывает очень важную мысль о серьезной и распространенной, по его мнению, ошибке в городской политике. Эта ошибка заключается в убежденности городских властей в том, что города, находящиеся в упадке, могут возродиться за счет грандиозных строительных проектов, например, высотных офисных башен или высокотехнологичных транспортных систем, в инвестициях в сооружения и места, а не в людей. Например, Детройт строил новые жилые районы на месте бывших трущоб, что в целом давало властям ощущение успешности, но никак не влияло на увеличение спроса на это жилье. Город очень часто отождествляется сооружениями и зданиями, но на самом деле город — это множество связанных друг с другом людей. И мэры проблемных городов вместо того, чтобы привлекать богатых, предприимчивых, успешных людей, строят новые здания. Но только новыми сооружениями и большими проектами нельзя возродить город. И эта мысль супер важна для будущих городских специалистов и исследователей, и некоторым практикующим специалистам и городским администрациям об этом тоже себе нужно почаще напоминать. Обновление города, как говорит Глейзер, возможно благодаря образованным работникам, небольшим предпринимателям и творческому взаимодействию различных отраслей. В главе «Что хорошо в трущобах» Глейзер опровергает мнение о том, что в городах много бедных людей, потому что город делает людей бедными. На самом деле дело в том, что города привлекают к себе много бедных людей из-за перспектив изменить свою жизнь в лучшую сторону. И если в городе мало бедных людей, то это говорит о том, что в городах не достает чего-то важного, например, общественного транспорта, доступного жилья или мест для низкоквалифицированных кадров. Парадокс городской нищеты заключается в том, что если город улучшает жизнь бедных людей, которые живут в нем, то он тем самым привлекает к себе еще больше бедных людей извне. Плотность городской жизни создает условия для вертикальной мобильности бедных людей, помогая им с поиском работы и возможностью увеличить свой уровень дохода. И Glaser говорит о том, что город работает хорошо, когда он помогает бедным людям с этой мобильностью. И здесь же Glaser говорит еще о важности локальных инициатив, тех самых предприимчивых людей, которые могут создать решения городских проблем. И еще он отмечает то, что иногда эти локальные инициативы могут быть гораздо более эффективными, чем федеральные. В следующей главе, как укращали жилые дома, рассматриваются основные проблемы, которые порождают город. Это болезни, преступности, транспортные заторы и то, какими средствами их возможно решить. Каждому городу приходилось сталкиваться с источниками болезни и преступности, с пробками и транспортными заторами. И эти проблемы являются наиболее актуальными сейчас для городов в развивающихся странах. И Glaser говорит о том, что у этих проблем нет рыночного решения. И здесь критически важным является действие государственного сектора и государственные инвестиции. Например, изначально водопроводная система Нью-Йорка была частной. И частная фирма в целях экономии своих средств использовала старую скважину с плохой водой, вместо того, чтобы потратить деньги и обеспечить горожан чистой водой. И из-за этого в результате эпидемии Нью-Йорк периодически терял около полупроцента своих жителей, что в два раза больше обычной смертности. Потом мешались власти и потратили миллионы долларов на создание общественной системы водоснабжения. И после ее создания уровень смертности от различных болезней, передающихся через воду, например, холеры и тифа, ежегодно снижался. В этой же главе рассматриваются два интересных кейса метода картирования, то есть нанесения определенного явления на карту. Первый это Джон Сноу, не бастард из «Игры престолов», а врач из Лондона, который в 1854 году выявил источник холеры путем опроса и нанесения выявленных случаев болезни на карту. Местом концентрации болезни являлся один из насосных колодцев, который располагался рядом с выгребной ямой, который, собственно, являлся источником заражения. Второй кейс это транспортный полицейский Джек Мэппл, который отмечал на карте Нью-Йоркской транспортной системы места, где случались чаще всего ограбления, что помогло видеть их концентрацию и именно туда направлять полицейских. Если типичный город 19 века располагался там, где фабрики могли достигнуть большей производительности, то типичный город 21 века будет местом, где работникам будет удобнее всего потреблять. В пятой главе «Лондон. Роскошный курорт» Глейзер рассказывает о том, как города соединяют талантливых людей, помогают обмениваться идеями и генерируют спрос на развлечения и культуру. А на примере Нью-Йорка он показывает, как разделение труда, возможно, только в городе, но не в сельской местности, позволило развиться театрам и ресторанам. Города позволили театрам и кулинарному мастерству стать доступными для самых разных групп горожан, а не только для дворян и королей, из-за большого количества потенциальных потребителей, которые есть в городе. В большом городе можно запустить практически любой бизнес и найти для него целевую аудиторию, потому что в городе концентрируется очень много разных людей с разными потребностями и интересами. Также город рассматривается и как брачный рынок наравне с рынком труда. Глейзер говорит о том, что в городах концентрируется большое количество одиноких людей, и причиной этому Глейзер называет в том числе то, что в городе больше шансов встретиться с перспективным партнером. Концентрация людей создает не только возможность для выбора партнера, но и для поиска друзей по интересам. В городах намного больше выбора, с кем общаться. Глейзер устанавливает связь между уровнем реальных зарплат и качеством жизни в городе. Чем они ниже, тем выше уровень жизни. То есть в городах с высоким уровнем жизни люди больше тратят на жилье, транспорт и другое. То есть их реальные заработные платы, то есть доход, скорректированный по местным ценам, получается меньше. Но люди готовы получать меньше реальных доходов, чтобы иметь доступ к благам города. И, конечно, успешный город притягивает большое количество людей, что тем самым влияет на цену на недвижимость. Они растут. В главе «Что великого в небоскребах» Глейзер делает выпад в сторону того, что излишнее регулирование и ограничение застройки негативно влияет на город, особенно в стоимости недвижимости. Здесь же говорится про сохранение культурного наследия в части ограничения на строительство. Желание сохранить Париж способствовало тому, что Париж, который в прошлом был доступен многим, сегодня может превратиться в город бутиков, наслаждаться которым смогут лишь самые богатые. То есть, когда в городах чересчур ограничивается строительство, то это может привести к застою и росту цен на жилье. И вот здесь с Глейзером очень хочется поспорить. Несомненно, когда строгие правила застройки распространяются на большую часть территории города, и есть высокий спрос на жилье в этом городе, то цены, конечно, будут расти. Но отрицать необходимость охраны культурного наследия немного опрометчиво, в том числе и с точки зрения экономиста. Ведь сохранение исторической застройки в ее изначальном виде и запрет на строительство диссанирующих зданий по материалам или по высоте, тем самым стимулирует туристический поток в город и, соответственно, доходы от самых разных сфер, связанных с туризмом. И я очень сильно сомневаюсь, что в Париже были бы те же толпы туристов, если бы центр его можно было бы застраивать в многоэтажном здании. Очень интересно читать про историю строительства небоскребов в Нью-Йорке, которая приводится в этой главе. И факторами давшими толчок строительству высотных зданий стали первое это изобретение безопасного лифта, предохранительный тормоз или шаотиса, и также подешевевшая сталь, из которой производится балочно-стоечный каркас высотных зданий. Небоскреб позволил значительно увеличить жилую площадь при сохранении той же площади земельного участка. И в условиях растущего спроса на недвижимость в центре это стало решением проблемы роста цен на недвижимость. Тут же Глейзер критикует полностью негативный подход Джейн Джекобс к высотным зданиям и говорит о том, что если на уровне первого этажа обеспечить развитую торговлю и активный уличный фронт, то высотные районы уже не будут античеловечными. Аргумент Джекобс о том, что защита старых зданий сдерживает рост цен на недвижимость и тем самым они остаются доступными для начинающих предпринимателей, Глейзер опровергает тем, что закон спроса и предложения работает не так, и блокирование строительства это прямой путь превращения популярного района в недоступный по ценам. Строительство достаточного количества домов снижает давление растущего спроса на цены и тем самым делает города более доступными. Особенно Глейзер возмущает излишнее регулирование высотности в развивающихся странах, где плотность населения играет основополагающую роль для обмена идеями, повышения качества жизни и повышения уровня доходов населения. Примером в книге приводится Мумбаи, в одном из самых густонаселенных мест планеты средняя высотность составляет 1,3 этажа, ограничивается высотность и тем самым усугубляются транспортные проблемы. Глава «Почему расползалось?» Расползание начинается с того, что Глейзер говорит о своем собственном решении переехать из центрального района города в пригород после появления трех детей. Любые транспортные инновации, начиная от одомашнивания вичных животных до автомобиля, способствовали расползанию городов, потому что люди получали возможность преодолевать большее расстояние за меньшее время, а значит могли жить дальше от центра города. Изначально общественный транспорт был дорогим и был доступен только богатым слоям населения, которые тут же воспользовались возможностью и переехали из центров городов в более зеленые пригороды. Появился паровой двигатель, железные дороги, потом городской поезд был подключен к электричеству и в 1890-х годах в городах стали походить трамваи. Район Барселоны Эшампле, почитаемый многими урбанистами и спроектированный идельфонцем Седра, тоже возник за пределами стен старого города и фактически являлся результатом расползания. Но автомобильное расползание повлияло на города больше всего, потому что до него все еще существовала необходимость пешего перемещения от остановки до места жительства, работы или другого места назначения, то есть необходимость пешеходных перемещений поддерживала плотность в старых сообществах. Но автомобиль устранил эту потребность в пешем перемещении и тем самым стал причиной скачка увеличения территории, которую могли теперь занимать люди. Глейзер говорит о том, что государственная политика США косвенно поддерживает переезд людей в пригороды за счет вычета ипотеки на собственное жилье, строительства автодорог и значительные инвестиции в это строительство и также нерешения проблем городских школ. Города гораздо лучше для окружающей среды, чем жизнь на природе. Это основная мысль главы, что может быть зеленее битумного покрытия. Меньшая плотность населения приводит неизбежно к большему часту поездок. Традиционные города выбрасывают меньше углекислого газа, потому что не требуют столь масштабных передвижений и до местного назначения можно найти пешком, проехать на велосипеде или на общественном транспорте. Да, общественный транспорт тоже создает выбросы углекислого газа, но он обычно гораздо более эффективен, чем длительные поездки на личном автомобиле. Манхэттен, Центральный Лондон и Шанхай – они пригороды, настоящие друзья окружающей среды, пишет Глейзер. Любители природы, которые живут в окружении деревьев и травы, потребляют намного больше энергии, чем горожане. В США 40% выбросов углекислого газа среднего домохозяйства приходится на жилые дома, электричество и обогрев, и на автомобили. И количество выбросов связано с тем, где живет семья – в городе или пригороде. Менее трети жителей Нью-Йорка ездят на работу на машине, тогда как 7 из 8 жителей пригородов ездят на работу и обратно домой на своем личном автомобиле. И данные Министерства энергетики подтвердили, что уровень энергопотребления в Нью-Йорке находится на предпоследнем месте по всей стране из-за того, что в городе чаще пользуются общественным транспортом. Больше всего Глейзеры беспокоят путь урбанизации, который выбирают развивающиеся страны мира – Индия и Китай, и как это повлияет на общемировой объем выбросов. Сейчас в Китае относительно низкий уровень выбросов углекислого газа на семью из-за низкого распространения автомобилей и кондиционирования воздуха. Но вряд ли стоит ожидать, что постоянно богатеющее население Китая откажется от удобств, которые американское население считает само собой разумеющимся. И для планеты будет намного лучше, если путь урбанизации, который выберут эти страны, будут заключаться в густонаселенных городах, а не в расползающихся ареалах, ориентированных на автомобильный транспорт. В главе «Как города добиваются успеха» Глейзер анализирует пути наиболее успешных городов мира и очень интересно описывает историю их развития. И среди этих городов – Токио, Сингапур, Бостон, Миннеаполис, Милан, Ванкувер, Атланта и Дубай. У всех успешных городов есть общее – они должны привлекать умных людей, создавая на них возможности работать совместно. Не существует успешного города без человеческого капитала. Сумма качественного человеческого капитала и грамотного управления – это то, что позволяет городам каждый раз выбираться из кризисов, с которыми они неизбежно сталкиваются в процессе своего развития. Подведем итог. Плотность городской жизни создает постоянный поток новой информации, позволяет знакомиться, устанавливать связи, создает возможности для сотрудничества и создания новых знаний. Человеческий капитал, на котором основывается успех города, строится на образовании. И образование – это наиболее надежный фактор, предсказывающий городской рост. Производительность из расчета на душу населения значительно растет вместе с размером метропольного ареала, если в нем хороший уровень образования. Базовая городская инфраструктура, по мнению Глейзера, транспорт, безопасные улицы, образование гораздо важнее для города, чем эстетические проекты и развитие культуры. Потому что эстетические проекты не заменят базовых городских условий, и основная целевая аудитория городов – это люди от 30 до 60 лет. И более эстетически привлекательное общественное пространство не создаст много рабочих мест, если оно небезопасно. Все кофейни Парижа не заставят родителей отдать детей в некачественные государственные школы, и если поездка по городу сплошное мучение, то компании будут переезжать в пригороды, независимо от того, сколько в городе модных музеев. Здесь я не могу не согласиться с Глейзером. Есть базовые городские условия, необходимые для развития города. Этакая пирамида маслоу города. Нужны базовые условия, чтобы развивались опирающиеся на нее слои. Книга нереально вдохновляет, и когда ее читаешь, невольно проникаешься восторженностью Глейзера о величии городов, вполне обоснованной, и тому, как они способствуют инновациям и развитию всего человечества. Я считаю, что эта книга обязательна к прочтению для всех людей, которые работают с городом, с городским развитием и планированием, и, конечно же, для студентов урбанистических и градостроительных специальностей. Спасибо, что посмотрели это видео. На моем канале есть еще другие видеообзоры книг по урбанистике и разные видео про городское планирование. Подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, если оно вам понравилось. Новые видео уже в процессе. Так что до новых встреч. Пока!